В общественном транспорте теперь все строго. Как только кондуктор замечает пассажира без маски и перчаток, тут же подходит с предупреждением. Для разъяснения ситуации в каждом автобусе висят объявления со ссылками на указы главы региона. Именно они предписывают пассажирам применять маски и перчатки в общественном транспорте. Хотя кондукторы признаются, что это требуется нечасто. Большинство уже давно пользуются индивидуальными средствами защиты. Честно сказать, от 100% людей 95% все заходят уже в масках, перчатках. У нас, по-моему, в Вифтекамске очень понимающие люди. Сотрудники Башавтотранса также признаются, что пассажирам практически не приходится напоминать о соблюдении дистанции. Ведь количество людей в автобусе значительно снизилось, начиная с первых чисел месяца. В связи с этим автоперевозчик даже сократил количество рейсов по городу. Теперь автобусы ездят в две смены. Первая начинается в 6 утра и завершается в 9.30, а вторая начинается в 16.00 и завершается в 20.00. В час пик может быть по сидячим, но может быть еще человек пять стоячих. А уже после часа пика совсем мало пассажиров. В добавок к этому автобусу проходит дополнительную санитарную обработку после каждого круга по городу. По урочине сидений и окна дезинфицируют хлор содержащими средствами. Все для того, чтобы исключить общественный транспорт из числа потенциальных мест распространения инфекции. Лариса Миронова, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей». Лариса Мешков. Информационная программа «Время новостей».